Друзья, в своем недавнем выпуске я уже рассказывал о получении заграничного паспорта. Выпуск этот можно найти по ссылочке в описании. Но сейчас самое время, чтобы разобраться в получении водительского удостоверения. Мы разберем, как получить водительское удостоверение впервые, как его обновить и как получить международные права. О том, как готовиться к сдаче экзаменов, я здесь рассказывать не буду. Для этого есть автошколы и инструкторы. А мы с вами быстренько открываем госуслуги и заходим к себе в аккаунт. Тут возникает вопрос, зачем нужны госуслуги во всем этом процессе? И можно ли не пользоваться ими? А просто явиться сразу в ГИБДД, которая может быть у вас под домом. Да, ребята, госуслугами можно не пользоваться. Но самое главное при оплате госпошлиной через госуслуги вы сэкономите 600 рублей. В отделении ГИБДД напрямую вы платите 2000 рублей. На сайте госуслуг 1400. Я хрен знает, почему напрямую дороже. Но вот такой вот кэшбэк. Согласитесь, хороший бонус. И к тому же зарегистрироваться через госуслуги на получение ВУ у вас реально займет 10 минут. Большинство ваших данных там уже сохранено. И они просто автоматом вставляются в форму. Второй бонус – это запись ко времени. То есть вы приходите конкретно в 10.30. Если записались на 10.30. Как мне сказали в ГИБДД, на одно и то же время может быть записано несколько людей. Это зависит от конкретного отделения ГИБДД. От количества принимающих окошек. Будет ли очередь? Да, будет. Но если вы придете в назначенное время, вас вызовут. Проверят доки и через 30-40 минут отпустят. Итак, куда заходить на госуслугах? Чтобы вы не ковырялись, я просто скопировал вам ссылку. www.gosuslugi.ru Ссылку берите в описании. Госуслуги мне за это не платили, и я уверен, что никогда не заплатят. Отчислений от оплат госпошлин я тоже не получаю. Но я надеюсь, что после этого видео вам будет проще и понятней. Если ссылку по каким-либо причинам у вас скопировать не получилось, на сайте госуслуг в поиске вбейте просто «водительское удостоверение». Далее система задаст вам пару простых вопросов. Вы на них ответите, и вас перекинет на нужную страницу, на которой необходимо выбрать, что вам требуется. Заменить водительские права, записаться на экзамен для получения водительских прав, открыть новую категорию в правах, обменять национальные права на российские, или же получить международные права. Многие, кстати, не понимают отличия российских прав от международных, и думают, что лучше сразу получать международные. Нет, ребята, здесь суть приблизительно такая же, как и с паспортами. Есть внутрироссийский, есть загранник. Загранник вы не получите без российского паспорта. С водительским удостоверением то же самое. Сначала оформляете российские права, потом на их основе международные. В конце видео я расскажу, что нужно для оформления международных прав и сколько это стоит. Двигаемся дальше по форме. Вы выбираете, что вам нужны российские права. И дальше двигайтесь по пунктам, которые касаются вашей ситуации. Описывать каждый пункт не буду, там все элементарно. Важно! Для записи вам необходимо получить справку о прохождении медкомиссии по форме номер 003 ВУ. Справка эта выдается в медучреждениях, которые занимаются выдачей справок для водительских прав. Как я получал свою справку? Я пришел в медцентр в 9 утра. Заплатил 1800 рублей. Меня посмотрели два врача с видом, что это охренеть как важно. Потом я прочитал нижнюю строчку буковок левым глазом слева направо и правым глазом справа налево. Врачи поставили два штампа и отправили меня в наркодиспансер. В наркодиспансере я еще прошел три кабинета в порядке живой очереди. Я не делал ничего, просто заходил и здоровался. И ставил подписи на бумажках. А врачи ставили свои подписи. В наркодиспансере я отдал еще 1000 рублей. После завершения этого священного таинства я вернулся в первоначальный медцентр. И мне поставили еще две печати на справке. И в 10 часов я оттуда уехал. И вот эту опечатанную со всех сторон справку я предоставил в ГИБДД. Друзья, есть еще масса вариантов получения нелегальных справок. Ну то есть когда вы не посещаете медцентр, а заказали справочку в интернете. Но при мне в отделении развернули человека и сказали, что справка не настоящая и такую не принимают. Поэтому если хотите обойти систему, обходите. Я вам не судья. Далее в форме вы указываете категории, которые хотите получить. Номер справки и название медучреждения, где ее получали. А также данные об автошколе, где проходили обучение. Это если впервые получаете права. Если обновляете, то этого не нужно. После этого шага необходимо выбрать отделение, ГИБДД, дату и время. Куда вы придете лично, чтобы получить удостоверение. Оплата происходит не сразу. Сначала вы заявление отправляете. Потом на электронную почту придет отписка, что они получили заявку. Потом через несколько часов уже придет второе письмо с просьбой оплатить госпошлину. Вы оплачиваете и желательно эту бумажку распечатать. В ГИБДД иногда спрашивают вот эту платежку. Либо на месте вы можете отправить им подтверждение платежа на электронную почту. Последний шаг. Вы непосредственно приходите в отделение ГИБДД. В выбранный вами день и время. С собой в оригинале берете паспорт, свидетельство об окончании автошколы, если впервые подаетесь, медсправку, квитанцию об оплате госпошлины. Вас на месте сфотографируют и в течение часа выдадут права. Если вы обновляете права, то потребуются старые. И, наконец, международные права. Для их получения уже должны быть российские. Да, кстати, за своими российскими правами я катался в Америке, по Европе и брал автомобили в аренду. Но они работают не везде. И в тех же Арабских Эмиратах могут потребоваться международные права. И в аренде автомобиля без них вам просто могут отказать. Поэтому лучше их сделать, если есть в планах где-то за границей пользоваться автомобилем. И делается это все в течение часа. Заявка на получение международных прав при оплате через те же госуслуги обойдется в 1200 рублей. В целом, процесс оформления заявки выглядит примерно так же, как и при получении российских прав. В отделение госавтоинспекции вам необходимо будет предоставить оригинал паспорта, российского водительского удостоверения, а также принести фото 3,5х4,5 см обязательно на матовой бумаге. За грандпаспорт приносить не обязательно. Но фамилия и имя должны быть написаны так же, как и в паспорте. Международные права действуют 3 года. И помните, что без предоставления российских прав они не действуют. Поэтому российские права также необходимо брать с собой в путешествия. Друзья, у меня все. Если ролик вам был полезен, поставьте лайк. Я вам желаю удачи в получении прав и будьте бдительны за рулем. Неважно, в своем дворе или где-нибудь в швейцарских Альпах. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин